МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожар в Панхиловском районе Алматинской области все еще не удалось локализовать. Вот уже шестой день огнеборцы стараются совладать с огненной стихией. Но пока безуспешно, поскольку горит травостой в труднодоступной горной местности. В Тушене задействовано 20 единиц техники, свыше 100 человек и два вертолета. Специалисты квалифицируют происшествие как одно из крупнейших за последние годы. С момента возгорания прошло уже 6 дней. И даже есть жертвы. Погиб сотрудник лесного хозяйства и двое местных жителей. Полухающие площади уже превысили 400 гектаров. В Тушене степного пожара задействовано 20 единиц техники. 100 человек из состава ДЧС, Каза авиалисохраны, а также Жаркенского лесного хозяйства. Но на сегодняшний день пожар локализовать не удается. Появляется ветер сегодня усиливается. С каждым днем в те дни увеличилась площадь пожара примерно на 100 гектаров. К концу второго дня уже площадь составляла около 200-220 гектаров. Третий день уже перевалилась за 300. На сегодняшний день примерно около 400 или 500 гектаров. Главная задача сегодняшняя не пропустить огонь в щель, где растут ельники. Буквально если мы пропустим сегодня это место, то пожар будет еще долго проходить. Стихия разбушевалась в горной местности в труднодоступных условиях. А потому к работам привлечены два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. Однако пожар все еще не удалось локализовать. По словам работников лесного хозяйства, вчера с помощью экскаваторов они вырыли большой котлован длиной 12 метров, куда сливается вода из мелкой местной речки Осек. Объем котлована для набора воды позволяет погружать водосливное устройство вертолетов полностью. И таким образом сократился путь до первоначального источника воды от места пожара на 50 километров. Напомним, ранее им приходилось преодолевать путь в 60 километров. В принципе, мы уже большинство очагов забили. Осталось только внутри горельника. Локализацию можем дать, но по положению еще, если частично здесь кустарники, лес, то еще должны 15 окарауленей быть. Потому что здесь сложность в том, что могут быть отложения торфяные, и там пожар может где-то, очаги оставаться мелкие, а потом ветер может их раздуть. Больше всего у нас пожаров это степные пожары, сухостой. Сами знаете сейчас климатические условия. Погода стоит жаркая, поэтому у нас, допустим, день по области 50-60 выездов. Из них где-то 30 чисто на сухостой трава горит. А тем временем врачи Жаркента рассказали о состоянии семи пострадавших при пожаре. По их словам, пятеро получили ожоги первой и второй степени. Им оказана вся необходимая помощь, и они отправлены домой. Двое пострадавших с ожогами первой и третьей степени все еще находятся в больнице. Один из них, 1990 года рождения, находится в отделении реанимации. Второй пострадавший, 1978 года, находится в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести. Я работаю лесником в жаркентском лесном хозяйстве. Уснав о возгорании, мы впервые рванулись его тушить. В руках были только хлопушки. Не рассчитывали, куда будет дуть ветер. И оказались в самой гуще пожара. Сквозь огонь пробегали буквально. Горела обувь и одежда. Затем нас доставили в больницу. В первые дни было невыносимо больно. Но теперь уже гораздо лучше. Спасибо врачам, что спасли мне жизнь. В данный момент состояние обоих больных стабильное. Ухудшений не наблюдается. Они под постоянным присмотром. Мы делаем все, что в наших силах. Вчера к нам пришел еще один пострадавший от огня, чтобы получить лечение. Ранее он отказался проходить процедуру лечения, но родные переубедили его. Напомним, по поручению Акима Алматинской области, семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь. Сами же жертвы пожара будут представлены государственным наградом. Дамир Анитов, Ерлана Замбай, Телеканал ЖТСУ. Телерадиовещание временно отключат в Алматинской области. Это связано с тем, что начнутся работы по демонтажу устаревшего аналогового оборудования. Работы уже начались. Планируется их завершить до конца сентября. Вещание будет отключаться с 8 утра до 5 вечера в определенных населенных пунктах в разные дни, согласно установленному графику. В субботу и воскресенье телевидение и радио отключаться не будут. О временной приостановке сервисов телерадиовещания сообщили в Кастелерадио. Добавим, демонтаж пройдет также в Атаровской и Казардинской областях. Алматинская область включена во второй этап. Эти работы проводятся в данное время. Требуют отключения других сервисов. В частности, цифрового телерадиовещания, радиовещания. Сроки работы определены в целом по области. Август-сентябрь этого года. А касательно города Талдыкурган эти работы до 16 августа. Быть в воде. В Талдыкургане стартовали работы по проведению водоснабжения для жителей дачного массива Уйтаз. Уже долгие годы в домах граждан отсутствует доступ к живительной влаге. В связи с этим им приходится носить воду из единственной колонки. Когда такая надобность отпадет и люди смогут пользоваться централизованным водоснабжением, выясняла наша съемочная группа. Работы в дачном массиве Уйтаз начались 3 августа. На данный момент сотрудники подрядной компании выравнивают территорию для установки водозаборного сооружения и насосной станции. В настоящее время на объекте трудится всего два человека. Это водитель Грейдера и Камаза. Более объемная работа начнется со следующей недели, объяснили подрядчики. От насосов вся вода пойдет на водонапорную башню. С водонапорной башни уже будет раздаваться населению. В понедельник будем ставить три бригады. Мы планируем, что будет бригад 6-7. И все свои электрики отдельно свою работу. Водозабор отдельно монолитчики. И естественно на трассе бригад 6 будет. Надо вести работу по всем направлениям, потому что объем большой. Пока люди берут воду из единственной дачном массиве колонки. Сюда приходят порядка трех тысяч человек. Все они с огромным желанием ждут, когда надобность ходить за водой отпадет. Я уже на протяжении 10 лет набираю воду из этой колонки и ношу домой. Для меня, как для человека, страдающего сахарным диабетом, это очень тяжело. Но без воды никак, поэтому приходится ходить. Новость о том, что начались работы по проведению водоснабжения, очень радует меня. Надеюсь, носить отсюда воду нам осталось недолго. По словам подрядчиков, полностью обеспечить дачный массив и таз водоснабжением они должны за 14 месяцев. Всего в работах будет задействовано более сотни рабочих и специалистов. 575 учреждений культуры функционирует в Алматинской области, где в настоящее время работает более трех тысяч человек. Итоги шести месяцев работы подвелось сегодня Управление культурой региона. Как отметил в своем выступлении руководитель Управления Марлен Кульбаев, только за прошлый год в области проведено 30,5 тысяч различного рода мероприятий с охватом около двух миллионов человек. Активная работа в этом направлении продолжается. Увеличим бюджет учреждений культуры. Повышена на 30% зарплата сотрудников. Регулярно улучшается материально-техническая база. Музыкальные ансамбли и коллективы занимают призовые места на различных престижных соревнованиях. Вместе с хорошими показателями имеются и недостатки. На сегодняшний день отделы культуры Искельдинского и Раймбекского районов работают без руководителя. А в ряде районов зафиксированы нарушения. В Аксусском районе и Панфиловском районе демонтировали памятники известных людей. А вместо них ставят новые памятники. Размером больше, но без согласования, без разрешения. Когда выявили этот факт, сразу обратились письменно в областную прокуратуру. На сегодняшний день открыто возбуждено дело по этому поводу. И выясняются виновные лица. Как они будут определены, виновные лица, по ним будут приняты уже соответствующие меры. Продолжаем выпуск. В Алматинской области реализуется проект «Регионы свободны от коррупции». В рамках идеи проводится сразу несколько крупных мероприятий. Они направлены на сопровождение и поддержку бизнеса, создание лагерей добропорядочности по привитию детям антикоррупционного менталитета, усиление общественного контроля над распределением образовательных грантов и так далее. Эти различные акции, к примеру, «Уступи дорогу, подари жизнь», уже стартовали в Талдыкургане и находят продолжение в районах и городах области. Как отмечают организаторы акции на брифинге для СМИ, тем самым они намерены поднять уровень сознания граждан и сделать общество более гуманным. До конца года будет вести статистика по изучению влияния на общество проекта «Регионы свободны от коррупции», на основе которой сделают анализ проделанной работы. Целевые мероприятия у нас есть, да, нацелены на искрение бытовой коррупции среди нашего населения. И у нас есть свои целевые индикаторы. В конце года по этим целевым индикаторам будут показатели, насколько мы достигли своих целей, что мы достигли, в каком формате, в каком направлении должны работать, какие мероприятия будем проводить. Каждые три месяца у нас проводится анализ, каждый месяц у нас проводится селектное совещание. 193 вида государственных услуг оказывается в Алматинской области. В электронном формате 128, в бумажном 65. Почти полторы тысячи уголков самообслуживания установлены во всех регионах области. В них специалисты научат граждан пользоваться порталом «Егов.КЗ» и помогут оперативно получить услуги. По итогам полугодия через уголки оказано 12 тысяч государственных услуг в электронном виде. Сегодня на отчетном совещании под руководством заместителя Акима Алматинской области Жени Сатуякова подведены итоги деятельности государственных структур за 6 месяцев по вопросам качества оказания государственных услуг. В мероприятии приняли участие Акимы районов, городов, руководители областных департаментов и управлений. Помимо положительной тенденции, на совещании были отмечены и пробелы в работе государственных органов. 707 тысяч тенге с начала года взыскано в доход государства за счет штрафов от должностных лиц, нарушения порядка выдачи разрешений, сроков оказания государственных услуг, а также необоснованные отказы, причины административных мер по отношению к ним. В целом за первое полугодие текущего года проведено 17 контрольных мероприятий. Выявлено более 3 тысяч нарушений требований закона. Но теперь оценить качество обслуживания населения представителями власти можно будет посредством мобильного приложения «Цифровой агент». Его преимущество заключается в оценке услугополучателям качества оказания услуг в режиме реального времени, отметил Женя Сандобеков. Нами были разъяснены, доведены до руководства местных исполнительных органов о выявляемых нарушениях в сфере государственных услуг, если группировать данные нарушения, это оказание государственных услуг при неполном пакете нарушения сроков оказания государственных истребиваний от населения, лишних документов и так далее. Все эти моменты были детально изучены в разрезе районов и доведены до исполнителей. В целом, самая главная задача – это перевод государственных услуг в электронный формат, обеспечение получения государственных услуг только в электронном формате, доведение данного показателя до 80% до конца этого года. 228 миллиардов 400 миллионов тенге поступило за первое полугодие в государственный бюджет от налоговых сборов по Алматинской области. Отметим, за весь 2015 год было собрано 253 миллиарда тенге, то есть показатели выросли почти в два раза. Об этом рассказали на брифинге представители Департамента государственных доходов. По их словам, сумма достигнута в первую очередь благодаря экономическому росту страны и цифровизации налоговых процессов. Сейчас проводятся работы по обеспеченной полной прозрачности в деятельности органа. Так, с начала года 9 сотрудников подозреваются в коррупционных действиях, ведутся следственные мероприятия. Также по области на данный момент выявлено 143 тысячи должников в казну. Им направляется уведомление о наличии долга. При непогашении его налагается арест на имущество. Главная задача органов государственных доходов – обеспечение полноты и своевременности поступления налогов, таможенных платежей и других обязательных выплат в бюджет. Большую долю нам помогают поступления табачные компании, две основные табачные компании, зарегистрированные в индийском районе. Плюс, соответственно, рост экономики, плюс мы же говорим о росте таможенных платежей. Порядка на 29,4 миллиарда тенге выросло по сравнению с прошлым годом поступление по таможенным платежам, то есть на 300 процентов. Попытка задержания бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обернулась перестрелкой. Экс-глава государства со своими сторонниками встретился рыжим спецназовцев, штурмующих его резиденцию в селе Койташ. Так заявляют в Комитете национальной безопасности страны. По сообщениям местных изданий, защитники резиденции возводили баррикады из бревен и жгли покрышки, пока спецназ отцепил прилегающую территорию. Сообщается по меньшей мере о десяти пострадавших, среди которых журналист и депутат парламента. Напомним, в конце июня Кыргызский парламент лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью, например, незаконном перераспределении земель и освобождении из тюрьмы криминального авторитета. Атамбаев возглавлял Кыргыз с 2011 по 2017 годы. Все обвинения в свой адрес он категорически отрицает. Сторонники экс-главы государства обвиняют нынешнего президента Сауранбаева Женбекова в давлении на своего предшественника и бывшего соратника из-за политических разногласий. Департамент гражданской защиты Италии объявил предпоследний оранжевый уровень опасности в северной области Ломбардия из-за проливных дождей с грозами. Наиболее сложная обстановка в провинции Лекка. Здесь из-за оползней и наводнений в населенном пункте Казарго были эвакуированы порядка 200 человек, перекрыты автотрассы. В настоящее время спасатели, сотрудники аварийных служб и добровольцы расчищают дороги. О жертвах не сообщается. Из-за непогоды желтый уровень опасности объявлен в соседних областях. Электросамокаты опаснее для окружающей среды, чем общественный транспорт. К такому выводу пришли ученые из Университета Северной Каролины в США. Хотя сами компании-прокатчики утверждают, что одно из главных преимуществ электросамокатов – это как раз их экологичность. Авторы исследований обращали внимание на весь цикл жизни этих устройств – от производства до процесса подзарядки. Согласно подсчетам ученых, электросамокаты выбрасывают в атмосферу больше парниковых газов, чем дизельный автобус, электромопед, электровелосипед или обычный велосипед. Ученые обнаружили, что больше всего вредных веществ выбрасывается в окружающую среду при производстве алюминиевого корпуса и литий-ионной батареи. К другим темам. Во дворце языков Талдыкургана состоялся областной форум «Знание языков. Формирование патриотизма», посвященного к 125-летию Ильяса Жансугурова. В форуме приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, председатели и активисты этнокультурных объединений, молодежный штаб Жангуру Жулы и другие заинтересованные лица. В рамках празднования торжества при поддержке Акимата Алматинской области Ильясоведы намерены выпустить 25-томную книгу о жизни и деятельности великого литератора. Отметим, в 2017 году при университете Жигу имени Ильяса Жансугурова открыли кабинет по изучению писателя. Силами шести Ильясоведов и будет собрана книга. Поделились на форуме. Также на этот год запланированы и ряд других мероприятий. В рамках национальной программы «Стоп гепатит», приуроченной ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, с 23 июля по 21 августа в стране проводится «Месячник». В Талкругане к этой дате провели акцию. Она прошла в Центре обслуживания населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, предположительно более 300 миллионов человек в мире живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B или вирусом гепатита C. Подавляющее большинство этих людей не имеют доступа к необходимому для спасения жизни тестированию и лечению. В результате миллионы людей находятся под угрозой медленного развития хронической болезни печени, рака и смерти. И чтобы хоть как-то избежать страшных последствий этого заболевания, активно проводятся профилактические мероприятия. Сотрудники Центра формирования здорового образа жизни проводят различные акции в местах наибольшей скученности людей в Талкругане. Они также посещают салоны красоты, стоматологические кабинеты, где рассказывают о мерах предосторожности, соблюдении гигиенических норм, пользе вакцинации. На информационно-рояснительных семинарах люди получают подробные консультации по гепатиту, проходят экспресс-тесты на наличие этой болезни в организме. Я все-таки рада, что население наше информировано. Они знают пути формы защиты себя от ВИЧ-инфекции и гепатита. Потому что все-таки, я думаю, большую работу наш алматинский ЗОЖ проводит активно. Ежегодно мы проводим семинары, акции, также семинар обучающих, где мы говорим о путях и формах защиты. Гепатит излечим. И самое главное, что вовремя необходимо обратиться к врачу. После ужесточения правил продажи оружия в магазинах, казахстанцы не смогут легко купить даже газовые баллончики. К примеру, для почтальонов эти распылители чуть ли не единственный способ защиты от нападений. В свою очередь, оружейники считают, что новые правила МВД никак не снизят преступность в стране, передают закон КИЗ со ссылкой на телеканал Астана. С 1 июля изменили и правила продажи газовых баллончиков, пневматического, а также сигнального оружия. Покупателям теперь нужно подтвердить свое совершеннолетие. Предъявите в магазин справки об отсутствии судимости и медицинских противопоказаний. В МВД уверены, что это снизит уровень преступности. В Караганде в центре большого скандала оказалось здание станции скорой помощи. Объект за 400 миллионов тенге еще не достроили, но уже очевидно, там не будет ни воды, ни света, ни канализации и даже отопления. Все это, оказывается, не было предусмотрено проектом. Застройщик, на удивление, сам отказывается строить дальше бракованное, по его мнению, здание. Чиновники же нашли самый простой способ решить проблему. Они подали в суд на гемподрядчика и считают его виноватым во всем, сообщает телеканал КТК. Дефекты в проекте обнаружила и ГАСК. Однако Управление строительства продолжает судиться не с авторами неоднозначного проекта, а со строительной фирмой. Точку в споре поставит только суд, а медикам пока придется повременить с переездом. Столичные власти установили ценовой предел на мясо в преддверии праздника Курбанайт. В Акимате Нурсултана сообщили, что его стоимость не превысит прошлогоднюю и составит 50 тысяч тенге за тушу барана, передает телеканал КТК. Место для забоя скотину в столице уже определили. В основном это территории крупных рынков. Обряд жертвоприношения начнется 11 августа, сразу после Айт-Намаза. Его проведут в 7 утра во всех мечетях страны. В то же время в Духовном управлении мусульман Казахстана сообщили, что не могут влиять на стоимость мяса. Но добавили, что покупать животное для жертвоприношения сообща вполне допустимо. В этом году священный праздник для всего мусульманского мира Курбанайт празднуется с 11 по 13 августа. По обычаю первый праздничный день начинается с утреннего Айт-Намаза, который в этом году будет зачитываться только в центральной мечети города. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Духовного управления мусульман Казахстана по Талакурганскому региону Ардах Мусибханула. Спикер говорил и о запланированных мероприятиях в честь празднования священного дня. Сразу после Айт-Намаза стартует марафон, где примут участие более 1 тысячи человек. Также на территории мечети пройдут спортивные состязания. Кстати, в первый день Курбанайта некоторые автобусные маршруты будут перевозить пассажиров бесплатно. В этот добрый и светло-мусульманский праздник необходимо настраивать себя на благочестивые мысли и добрые намерения, стараться совершить как можно больше добрых дел. В этом году впервые Айт-Намаз в Талакургане будет зачитан только в одной мечети города. Потому хотим предупредить всех мусульман, что праздничная молитва состоится в 7 часов утра в главной мечети Иман. До этого Айт-Намаз зачитывался в каждой мечети, но это неправильно. В шаригате прописано, что в городе или в населенном пункте молитва должна быть зачитана только в одной мечети. Ритуал можно совершать как в здании, так и на территории мечети. Поэтому из-за большого наплыва людей, возможно, будет перекрыта улица Ракишева. Такова информационная картина дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова